Платон Каким образом агрегат частиц материи сознает себя одним и тем же существом, когда с течением времени все эти частицы сменяются другими? Каким образом волнообразное движение материальных частиц делается светом, звуком, запахом и тому подобное? Каким образом ряд этих волн открывает, что он существовал когда-то прежде и предвидит, что будет существовать и после в той же самой или другой форме? Каким образом вибрация частиц материи знает, что происходит в другой соседней вибрации, сравнивает высоту или скорость ее колебаний со своими собственными? Конечно, все эти затруднительные вопросы можно дать очень простой и очень короткий ответ Что физиология не может объяснить сознание из молекулярных движений нервного вещества На этот ответ есть одно и то же, что и признание в бессилии объяснить психическую жизнь посредством материальных сил На каком же основании после этого можно утверждать материальность психических процессов? Говорить, что большая часть свойств, приписываемых психологами особому началу психической жизни, суть свойства материи Свойства материи мы знаем из опыта, и наука освоит их к некоторым простейшим выражениям Свойства, приписываемые психологами духовному началу, мы знаем непосредственно, наблюдая их в себе самих Свойства эти суть ощущения Сравнение одних ощущений с другими Их воспроизведения Умственная деятельность и тому подобное Сравнивая эти духовные явления с свойствами материи, мы поражаемся не сходством между ними, а глубоким различием Может быть материалист находит те и другие свойства не только сходными, но совершенно тождественными Может быть он усматривает, что свойства души – суть свойства материи Это его дело Каким образом можно разуверить его? Для него все ясно там, где для других величайшая тайна Какая останавливала только человеческий дух в его стремлении дать себе отчет во всех явлениях и свести эти явления к одному общему принципу Там, где ничего не могли сделать усилий величайших мыслителей, каких производило только человечество Материалист решает дело одним изречением, притом включающим в себя внутреннее противоречие Величайшая тайна – это каким образом группа частиц материи может чувствовать действие на нее других подобных же ей групп Каким образом рядом с движениями, которые в ней происходят, тянется особый ряд явлений, не имеющих с движениями никакого сходства, явлений психических Каким образом эта группа колеблющихся, вибрирующих частиц материи чувствует радость и горе Думает и обдумывает, помнит свои прежние состояния и предвидит состояние, будущее И что же дают нам материалисты в виде ответа на эти вопросы? Вы не понимаете, как чувствует группа атомов? Для нас это ясно Она чувствует, потому что ощущение есть ее свойство И то же самое относительно всех остальных недоумений Вы не доразумеваете, как частица материи может помнить свое прежнее дрожание Но это потому, что память есть всеобщее свойство материи Вы хотите знать, как она предвидит будущее Но разве вы не знаете, что ее частицы расположены известным образом Что они начинают качаться, когда другие вещественные частицы передадут им свое движение Что эти движения внутри органической группы распространяются по некоторым путям Что они легче идут по знакомым дорогам Поступают в некоторые скопления частиц, называемые клетками Идут от клетки к клетке И отражаясь в мускулы, приводят их в движение Неужели после всего этого для вас не ясно Как материя чувствует, мечтает, радуется или плачет, обдумывает движения И наконец их совершает с известной целью Не вправе ли мы сказать со своей стороны, что не то хотелось нам знать Не то, что происходит в теле, когда мы чувствуем или думаем А каким образом возможно чувствовать и думать Если в нас нет ничего, кроме материальных частиц и их движений На это мы не получим ответа Или вместо его получим признание в неведении Но что же мы подумали бы о нашем собеседнике Если бы и после этого он стал настаивать Что наши чувства, память, мысли и произвольная деятельность Все-таки материальны Что сама материя чувствует, помнит, думает, строит планы Или что для объяснения всех этих явлений Ничего не нужно, кроме материи и ее сил Извлечено в сокращении из брошюры Смирнова Механическое мировоззрение и психическая жизнь Казань, 1876 год Есть ли душа у животных? Представление сознания как единственная основа душевной жизни Необходимо вызывает вопрос о душе животных Потому что сознание имеет и животное Очень многие метафизики богословы считают возможным Говорить только о душе человека Но ни в каком случае не о душе животных При этом некоторые метафизики богословы Допускают такие удивительные извороты Которые потому только и не могут вредить богословию Что они допускаются по очевидному недоразумению Так, например, Вебер Допуская у животных сознание и мысль, чувство и волю Считает эти явления не психическими А только субъективными Так как у животных нет души И все явления сознания у них производятся материальным организмом Но если это верно, что материальный организм животного Может производить явление сознания То само собой разумеется, что и человеческий организм Может производить все эти явления И в таком случае было бы весьма интересно узнать Что же, собственно, делает душа в человеке Да и почему же именно допускается у человека ее существование Опираться в решение этого вопроса на почву библейского учения Для таких богословов, как Вебер, едва ли возможно Потому что хотя в Библии сказано Да произведет вода присмыкающихся душу живую И да произведет земля всякую душу живую Но ведь в этом основании можно говорить только о происхождении животной души А вовсе не о том, что ее и нет совсем Если бы ее не было совсем, как связанной с миром живой энергии То земля и вода и не могли бы ее произвести Как не могли они произвести личной души человека И душа человека, с точки зрения Библии, есть тоже энергия Только не изначало созданная с миром А присоединенная к миру особым действиям Бога Почему она и может существовать Как в условиях данного мира, так и вне его необходимых условий Следовательно, на почве библейского учения Можно говорить лишь об отличии души человека от души животных А вовсе не о том, что один только человек имеет в себе живую душу Смотри книгу профессора Несмелого наука о человеке Кант о нравственном законе Известное изречение Канта в заключении к его критике практического разума Два предмета наполняют душу все новым и возрастающим удивлением и благоговением Чем чаще и дольше размышления занимаются ими Это звездное небо надо мною И нравственный закон во мне Подобно тому, как естественное ухо так устроено, чтобы ощущать звуковые волны тонов Позволяя напирающим извне колебаниям продолжаться в существующих для того органах Так и совесть человека, как орган нравственного восприятия Сама по себе не рождает нравственной идеи Но сознает ее вследствие того соотношения, в которое вступают с него нравственные силы Таким образом, она представляет собой некоторый резонанс В силу которого нравственные колебания из области объективной реальности отдаются в субъект Посредством органа, однородного с природой нравственных реальностей Субъект, постоянно имея в виду совершаемые им поступки Прислушивается к той норме, которая показывает ему, соответствует ли и насколько соответствует его поведение Высшей цели его личной жизни И которую, следовательно, определяется абсолютное значение его личности Чувствовать эту нормирующую идею своего существа Вовсе не предоставлено простому произволу субъекта Он видел ее добровольно или против воли, другими словами В нем она является объективной нравственной силой Которой точно так же навязывается органу его восприятия Как и чувственные реальности Насильственно сообщаются органам физического восприятия Происхождение совести Происхождение совести этого голоса Божия в сердце человека Нельзя иначе объяснить, как от Верховного Законодателя Бога Вот ряд фактов, которые доказывают, что совесть насаждена в человеческой душе Богом По справедливому замечанию одного английского ученого Тейлора Не было открыто доселе ни одного даже дикого народа Который был бы чушь тех или других понятий о нравственно, добром и злом Об обязательности первого и недозволенности второго Впрочем, если бы и нашлось какое-нибудь наиболее грубое племя У коего не замечается ясно формулированных понятий О том, что такое нравственно доброе и злое Все-таки было бы опрометчиво заключать на этом основании Будто бы это племя не различает добра от зла У всякого даже самого грубейшего дикого племени найдем какие-либо обычаи Которым члены племени подчиняются в своих действиях И в своих взаимных отношениях Но в обычаи, по словам Вунте, и заключается вся сумма нравственных идей У многих некультурных народов Все народы и племена не только вообще имеют понятие о добром и злом В нравственном отношении Высоко ценят добро и гнушаются злом Но большей частью сходятся в своих взглядах на сущность того и другого Многие даже дикие племена стоят столь же высоко По своим чистым понятиям о добре и зле Сколько высоко стоят лучшие из культурных народов Даже у тех племен, у которых возводится на степень добродетели и деяния Недобродетельные с господствующей точки зрения Замещается в остальном, касающемся нравственных воззрений Полное согласие со всем человечеством Внимательно и беспристрастно обсуждая Самое уклонение от господствующей нравственной нормы Находим, что они так же не нарушают ее Как не нарушают законов биологии Разные ненормальные явления, встречаемые в среде животных Таким образом, присущность всем людям нравственной нормы Не подлежит сомнению Все народы и писатели смотрели и смотрят на совесть, как на голос Божий Как на требование Божества, на источник нравственного закона Бесспорен тот факт, что человечество всегда видело и видит в нравственных требованиях, сознаваемых и чувствуемых им Не иное что, как требования самого Божества, заложенные в душу человека И непрестанно предъявляемые ему Прислушиваясь голосу совести к этому внутреннему источнику нравственных требований И языкники выражались, что это Бог живет в нас Виден в нравственных предписаниях волю самого Божества Люди, собственно, потому и почитали, и почитают их, безусловно, обязательными для себя И в упреках совести, в случае нарушения их Усматривали и усматривают угрозу Божества же Некоторым из философов, как, например, Сократу, принадлежит мысль, что нельзя объяснить существование в людях нравственных идей или норм Коль скоро выпускается из виду верховный нравственный законодатель Из новейших натуралистов, рассуждавших о происхождении нравственного закона в людях И возводивших его к Богу, как истинному виновнику Укажем ли примеры на знаменитого Оллиса Обсуждая гипотезу Дарвина касательно происхождения человека Он признал, что никак нельзя объяснить без особого действия Божие происхождение в человеке и совести А анализ отправлений совести, как нравственной силы души человеческой Показывает, что происхождение ее нельзя объяснить самим человеком Но нужно возвести ее к верховному законодателю, Богу Совесть не только говорит человеку о том, что само по себе хорошо или дурно в нравственном отношении Но и обязывает его непременно делать хорошее и избегать дурного Сопровождая добрые действия чувством особого удовольства, радости, блаженства А действия злые, порочные, чувством грызущего стыда, великого позора, душевной муки В этих функциях свойственных совести обнаруживаются познавательные, чувствовательные и желательные или волевые стороны Совесть указывает, что такое добро и зло Требует от нас, чтобы мы совершали первое и избегали второго И поставляет нас в необходимость испытывать приятное или неприятное чувствование Но несмотря на присутствие в совести элементов, свойственных разуму, чувству и воле Есть ли основание смешивать ее с ними или видеть в ней не более как только проявления и действия их? Сам по себе разум не может рассматривать одни действия как нравственно добрые, а другие как нравственно дурные Ему свойственно находить те или другие из наших и чужих действий умными или глупыми Целесообразными или нецелесообразными Выгодными или невыгодными и только Между тем, почему-то сам разум побуждается иногда противопоставлять самые, по-видимому, умные Целесообразные выгодные действия нравственно хорошим Безусловно, осуждать первое, а последнее одобрять Он усматривает в некоторых человеческих действиях Ни плохой только расчет, ни ошибку только Подобные ошибки в математических вычислениях или в чем-нибудь другом Но нечто гнусное, являющееся преступным И, безусловно, не долженствующее быть Не очевидными из всего этого, что и познавательные функции совести Отнюдь не есть дело только разума Последней, без способности человека к нравственному суждению Не мог бы и создавать нравственных идей, идеалов или норм Обращаясь к желательной или волевой стороне совести Мы также не можем признать, чтобы эта сторона была проявлением только свойственной человеку воли Последняя есть способность желать чего-либо, но не повелевать человеку Не предъявлять ему безусловных требований к исполнению Воля человеческая, сколько мы ее знаем в себе и в других людях Если не всегда, то весьма часто Борется с требованиями нравственного закона И стелится вырвать из стесняющих ее оков его Если повелевающий элемент совести был лишь обнаружением человеческой воли В таковом случае решительно не существовало бы указанного явления С другой стороны, тогда воля наша, испытав стеснительность для нее Велений нравственного закона или видоизменила бы их На разные благоприятные для себя лады Или совсем бы отбросила их Между тем, веления нравственного закона, безусловно, тяготеют над нашей волею Она может не исполнять их, как свободная Но никогда не в состоянии отрешиться от них Впрочем, и самое неисполнение волею требований нравственного закона Не проходит для нее безнаказанно Наконец, и чувствовательная функция совести Не должна быть рассматриваемая как функция только сердца человеческого Только чувствовательные способности человека Сердце ищет приятных чувствований и отвращается от противоположных им Между тем, с нарушением требований нравственного закона Нередко бывают связаны самые сильные душевные муки От коих как бы разрывается человеческое сердце От которых мы никак не можем избавиться Как бы ни желали и ни старались К тому же это душевные муки человека Поправшего нравственный закон И по качественной своей стороне Существенно отличаются от душевных терзаний Например, скупца Как-нибудь потерявшего накопленное в течение десятилетий имущество Несомненно, что и чувствовательные функции совести Не должна быть рассматриваема Как проявление только обычной чувствовательной способности Имея все это в виду Не обязываемся ли мы признать Что совесть является в качестве некой Как будто бы особой от нас силы Стоящей выше человека И господствующей на него разумом, волею и сердцем Хотя и заключенной или живущей в нем Но все это не служит ли твердым и неоспоримым доказательством Свойственного человечества Его лучшим представителем убеждения Что совесть, взятая во всех своих коренных функциях Есть голос Божий в человеке А не плод самого же человека Или целой совокупности людей Профессор Гусев Религиозность как основа нравственности Факты мучительного состояния человека Вследствие угрызений Виновной совести Тивери, римский император, мог без преувеличения Говорить, что владеет всем миром Это был действительно могущественнейший из людей того времени Неограниченнейший и полновластнейший правитель всего Что было лучшего и богатейшего из земных царств Власть его простиралась чуть не на полмира Богатства были несметны и удовольствия не ограничены Для достижения полнейшего самоуслаждения Он избрал своим местоприбыванием одну из самых великолепных местностей на поверхности земной Под тени дремлющего вулкана На очаровательном острове Отличавшимся восхитительнейшим климатом в мире И чем же все это кончилось? Историк при ней называет его самым несчастнейшим из людей Из этого острова Вместо своих позорных деяний Где он хотел испытать До чего может дойти счастье человека Обличенного неограниченной власти И потворствующего всем своим прихотям Клонящимся исключительно к себе любивым заботам о самоуслаждении Он писал своему раболепному и развратному сенату Что чувствует себя крайне несчастным Что он не знает о чем писать ему или как писать И просит всех богов и богинь Уничтожить его разум Жалуясь, что ему гораздо хуже чувствовать Что его организм разрушается ежедневно Редко можно видеть такое поразительное доказательство того, что Все богатейшие дары мира обращаются со временем в прах и тлен Что самые величественные здания, служащие для личного удовольствия и великолепия Не могут защитить от вторжения несчастья И не более устойчивы, как постройки из песку детьми против напора морского прилива Так грустно и печально оканчивается Греховное обладание всякими богатствами и всякой властью Виновная совесть служит достаточной мстительницей И если бы весь мир состоял из одного слитка золота и принадлежал нам То он ни на один час не мог бы утешить наших внутренних терзаний И хотя бы отчасти вознаградить их Но кто стал наследником Царства Небесного Тот делается Господином над более обширным и вещественным миром Он бесконечно счастлив, ибо бесконечно чист Жизнь Иисуса Христа Фарара Греческий император Константин имел брата Феодосия Которого велел патриарху Павлу насильственно постричь и посвятить в диаконы После сам не раз приобщался к святой крови из его рук В 659 году император велел его умертвить Опасаясь его, вероятно, как своего соперника по власти Но с тех пор постоянно стал видеть его во сне Убитый брат его являлся ему во сне С чашей дымившейся своей крови и подавая ее царю говорил Напейся, брат, моей крови Не находя покоя от таких ужасных видений Он решился перейти на жительство в Рим И в 662 году, оставив жену и детей в столице, отправился на запад Но нигде не нашел несчастный царь покоя в своей душе Только смерть насильственная, по покущению Божьему, был убит в бане Прекратила его страдания Советы о хранении совести Святой Авва Дорофей пишет В нашей воле или засыпить совесть, или дать ей светиться в нас И просвещать нас, если будем повиноваться ей Ибо когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим И когда она снова говорит, а мы не делаем, но продолжаем попирать ее Тогда мы усыпляем ее И она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащей на ней Но как светильник, сияющий за завесой, начинает показывать нам вещи темнее и темнее И как в воде, помутившись от многого ила Никто не может узнать лица своего Так и мы, по преступлении Не разумеем, что говорит нам, говорит совесть наша Так что нам кажется, будто ее вовсе нет у нас Однако нет человека, не имеющего совести Ибо она есть нечто божественное И никогда не погибает И так отнюдь не будем попирать ее ни в чем Хотя бы то было и самое малое Знаете, что от пренебрежения всего малого и в существе ничтожного Мы переходим и к пренебрежению великого Должно постоянно упражнять совесть испытанием перед ней дел своих Посадив в своей совести судьею разум, пишет святой Иоанн Златоуст И поставив перед его судилищем все дела твои Исследуй все грехи души твоей И потребуй от нее со всей строгостью подробного отчета Вводи ее как можно чаще в этот подвиг Каждый день открывая для нее это судилище Требуй от себя из-за малой погрешности строгого отчета Дабы когда-либо не приблизиться к большим грехам Если ты будешь каждодневно это делать То с дерзновением предстанешь предстрашное судилище Основание психологического доказательства бытия Божия Декарт в своем построении психологического доказательства бытия Божия говорит Неудивительно, что Бог, создавая меня, придал мне идею о себе Так что она является как бы знаком художника Напечатленным на его произведении И нет никакой необходимости для того, чтобы этот знак Был чем-нибудь отличным от самого произведения Но из того одного, что сам Бог создал меня Весьма вероятно, что я произошел некоторым способом По образу и по подобию Бога И что то подобие, в котором содержится идея Бога Я представляю себе при помощи той же способности Которую я представляю себя самого Именно когда я обращаю всю остроту моего ума на меня же самого Я не только понимаю, что я несовершенная и независимая от другого вещь И при том вещь беспредельно воздыхающая все о большем и большем или лучшем Но в то же самое время я также понимаю, что тот, от которого я нахожусь Из-за зависимости Имеет в себе все это большее И при том имеет не в возможности только и неопределенно А реально и беспредельно И я признаю невозможным, чтобы я существовал с такой природой В какой существую, именно имея в себе идею Бога Если бы на самом деле Бог не существовал О действительном существовании Бога вне человека Декарту говорил о не только одно существовании в человеческом сознании Идеи Бога А главным образом существование самого человека С такой природой Которая сама по себе прямо указывает человеку На действительное бытие Бога Яснее раскрыл эту мысль Якоби Мы созданы по образу Божию Бог в нас и выше нас Он первообраз и отображение Он отдален от нас и вместе нераздельно соединен с нами В этом состоит познание Которое мы имеем о нем Единственно возможное познание Через которое Бог открывается человеку жизненно Постоянно Во все времена Глава двадцать первая Способность некоторых лиц к обнаружению Так называемых медиумических явлений То есть Анимизмических и спиритических Разнообразные медиумические явления вообще По рассказам и наблюдениям разных ученых Для точного разграничения я Говорит Аксаков Предлагаю обозначать вообще словом Анимизм А слово А Пита Душа Все умственные и физические явления Анима Заставляющие признать в человеческом организме Способность производить какие-либо действия на расстоянии Без обычного посредства внешних органов И в особенности все медиумические явления Которые могут объясниться действием живого человека За пределами его тела Пояснение Слово Анимизм Было впервые Если Не ошибаюсь Спущено в ход Шталем В построенной им Медицинской системе Душа Анима Принимается за жизненное начало Тело не только создается душою Но и все жизненные отправления Совершаются ею В наше время это слово Употреблено Тейлором К его сочинения В его сочинении Первобытная культура Для обозначения очень широкого понятия Обнимающего не только учения о душе Как самостоятельной сущности И разных видах ее прижизненного и посмертного проявления Но также учения и о всякого рода других духовных существах Или духах Мною же говорит А. Аксаков Это слово принятое в более тесном Совершенно определенном смысле Слово психизм Можно было бы обозначить то же самое Что анимизм Но ввиду спиритизма Лучше уже придерживаться Латинской этимологии Для обоих слов И этим ясно обозначить Две отдельные рубрики Для сходственных по форме Но совершенно различных по источнику явлений К тому же прилагательные психические имеют теперь Различные не установившиеся значения Слово же спиритизм будет обозначать только те явления Которые Не объясняясь всецело ни одной из всех предшествующих гипотез Представят достаточно данных для обращения гипотезы взаимообщения с отшедшими Если притязания этой последней гипотезы оправдаются То слово анимизм Будет прилагаться к специальному виду явлений Производимых началом анимических Душевных как самостоятельно мыслящим И организующим